Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вас всегда ждет честное мнение по поводу всего, что в игре происходит и абсолютно честный зацен танков игроком средней руки. Ну и соответственно по моим видео вы будете гораздо лучше представлять себе, насколько та или иная машина подходит вам, если вы играете с процентом от 50 до 55 процентов винрейда. Итак, ребят, что касается типа 57. Интересная машина, но далеко не во всем. Бегло, быстро пробежим сейчас по ценнику, ну и соответственно будем заценивать ТТХ и выкатывать машину из ангара. Что касается ценника, машину выставили на продажу за 7500 голды. Это на 500 голды дешевле, нежели когда-то продавали его в практически голом состоянии. Почему? Практически потому, что сюда ложили еще открытое все оборудование. По моим подсчетам, где-то в районе 2 миллионов серебра вы сможете сэкономить, может даже чуть больше. Что касается ценников 7500, то безусловно это базовая цена для этой восьмерки и я бы не сказал, что имеет смысл ее себе приобретать по такой цене. Что касается 6500, уже интереснее, но все равно, как я говорю, далеко не фонтан. А вот если им повезет и достоит до 5500, вот тогда действительно можно покупать себе, потому что многим игрокам данная машина понравится. Хотя им бой она явно не является. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Я выставил сюда для сравнения все танки, у которых альфа 200 единиц и выше, потому что это в какой-то мере альфачи. Ну, особым альфачом не назовешь, особенно сравнивая его, допустим, с тем же самым Галибаном. Но там совсем другая история. Хотя история может быть и другая, но у Галибана пробитие 218 и здесь пробитие 218. Но только у Галибана 580 единиц урона, а здесь 430. Есть огромное количество машин на восьмом уровне среди тяжелых танков, у которых альфа 400 единиц. Вроде бы на 30 единиц меньше, но при этом всем гораздо круче время перезарядки. Здесь время перезарядки 13,5 секунд. Стоит отметить, что тип 57 отличается от многих других тяжелых танков на уровне довольно-таки проворной подвижностью. 39 километров вперед и 15 километров назад. При этом всем он обладатель странной брони. Где-то как-то летят постоянно рикошеты, ну а где-то, как вот в этих вот зонах, постоянно прилетает с пробитием. Ну, честно говоря, не сильно удачный, но очень красивый спереди у него клюв. Что касается башни, башенка у него, ребят, изменчива. Дело в том, что когда вы покупаете на него легендарный Каму, а это один из немногих танков, на которые я бы рекомендовал все-таки со временем Каму по скидочке где-то как-то прикупить, то башня преображается и становится более красиво и интересной, нежели просто зализанной. Здесь хорошая приведенка по бортам башни, неплохо забронирована лобовая часть башни. Есть ком башенка, но она очень маленькая и выцелить ее крайне-крайне сложно. Почему я говорю, что на эту машину действительно стоит прикупить себе со временем легендарный внешний вид? И я это сделал на своем основном аккаунте, хотя считаю, что тратить голду на внешний вид не совсем целесообразно. Но это машина исключения из правил, потому что когда вы покупаете легендарный внешний вид, то башня визуально оквадрачивается, добавляются два вот таких вот по бокам прямоугольника, квадрата, не знаю как это называть. Короче, вот такие вот выстройки справа и слева. И многие игроки, которые не часто встречают типа 57-го или новички, ошибочно считают, что вот как раз в эти уши можно его весело пробивать. Хотя по факту за ними ничего нет. Если вы посмотрите на машину, стоя в ангаре без вот этого легендарного внешнего вида, то обратите внимание, что башня округлая, гладкая. Ну и короче говоря, вот эти вот уши, которые появляются по щекам башни, они в принципе-то и вводят в заблуждение игроков. Когда вы возвращаете назад каму, то машина мало того, что становится симпатичнее, так еще и становится более обманчивой в отношении зон, куда данную тачку можно пробивать в районе башни. Что касается ТТХ по орудию, как я говорил, альфа 430 единиц, это не прям крутой какой-то показатель, но довольно-таки приемлемый. При этом всем, с учетом установленного досылателя, время перезарядки 13,6 секунды. ДПМ на уровне плитуса 1890, именно благодаря крайне существенному времени перезарядки. При этом сведение здесь, ребят, безбожно огромное 5,1, с учетом того, что два слота в оборудовании установлено как раз на время сведения. Улучшение, ну и в принципе, представьте себе, что будет, если это оборудование переключить на что-нибудь там другое. Разброс в принципе нормальный, 0.385, но с таким временем сведение далеко не самый лучший. Что касается угла склонения орудия вниз, то здесь бодро интересно, минус 9. Я бы сказал, практически идеальный показатель для тяжелого танка, у которого неплохо забронирована башня и имеет крутые скосы по броне на щеках. Что касается брони в корпусе, то модельку вы видели, очень легко бьется в нижний бронелист, крайне легко бьется, когда рамбуете вот в эту зону. Вот такие вот ТТХ по машине, а теперь давайте заедем в бой и посмотрим, на что он реально способен. Ну что, погнали. Как я говорил, мы обладаем вполне себе завидной подвижностью и действительно очень приятно на этой машине передвигаться по карте. Унылостью даже не пахнет, вполне спокойно едете бодро вперед, в этом действительно огромный позитив танка. Стоит помнить по поводу того, что корпус в отношении бронирования крайне, крайне обманчив, ну и соответственно, если бы мне сейчас повезло проскочить без засвета, то проскочил бы туда дальше, ну и соответственно, там бы от какого-нибудь холмика отыгрывал. Но, к сожалению, меня светанули, лампочка загорелась и дальше рисковать у меня желания абсолютно никакого нет. Что касается времени сведения, унылое, реально очень унылое время сведения, которое, ну навряд ли, прям хоть одного игрока, который обладает данной машиной, может порадовать, ну или потенциально порадует вас, если вы себе ее купите. Что касается времени перезарядки, пережить время перезарядки вполне себе возможно, главное помнить о том, что необходимо прятать корпус и даже если вы пытаетесь как-то отыгрывать ромбом, то не выезжать совсем далеко назад, для того, чтобы, не дай бог, не оголять свой вот этот вот клюв. Но не дождался я полного сведения, ребят, понимая, что СУ-130ПМ сейчас отвалит назад, кинул без полного сведения, ну и, как вы видели, абсолютно бодро, весело и задорно попал в камень. Вот и вся результативность, вот и вся прелесть данного орудия в разрезе этого показателя, его характеристик. Поехали дальше, быковать на СУ-130ПМ, надеюсь, сейчас меня поддержат. Альфа неплохая, сейчас немножко не повезло, буквально 50 не хватило для того, чтобы добрать товарища. Добрали без меня, ну ладно, окей, добрали, да и добрали. Возвращаясь к времени перезарядки на другом тяжелом танке с цикличным орудием, с похожей альфой, я бы уже успел перезарядиться и вполне спокойно забрал бы Т-77, который проскакивал. Но, увы, я играю на ТП-57. Ну и, соответственно, приходится мириться именно с таким результатом, ну а именно с тем, что, к сожалению, соперник ушел. Доберет? Надеюсь, что все-таки 177 сейчас доберут, ну и, соответственно, я могу абсолютно спокойно, не переживая за то, что сейчас в корму ко мне заедут, ехать дальше. Сейчас неплохой урон заходит, но где же он, зараза, был, когда я за сушечкой-то гонялся? Продолжаем перезаряжаться. Не еду никуда вперед. Есть выстрел сделан тяжелым танком, а значит, можно теперь попытаться успеть его добрать, пока он перезаряжается. Получаю тычку, причем абсолютно спокойно, чисто наугад заброшенную. Едем... Едем дальше. Время перезарядки, но... Но-но-но-но-но-но, не хочется использовать пока адреналин, вдруг понадобится. Мало ли, как бой сейчас повернется, нас все-таки трое осталось против четверых, и, возможно, в любой момент он будет более полезен, нежели сейчас. Реально не знаю, что делать, блин, в какую сторону мне переться. Ладно, сейчас попробуем как-то с этой стороны зайти. Опять время сведения. Опять бросаю чисто наугад, потому что Василиск свалит, и, соответственно, от этого будут только неприятности. Ну и благодаря всему этому, мало того, что Василиска я не закидываю, так я еще и один остаюсь против троих товарищей и соперников. С учетом того, что не обладаю крытым временем перезарядки и достаточным временем сведения, у меня мало шансов сейчас прям зарешать здесь, но, по крайней мере, попытаюсь. Пока фартит, но ненадолго ко мне приехали с кормы, плюс здесь ребята быкуют, насколько это возможно для них. Отваливаем назад, надеюсь на то, что... Надеюсь на то, что сейчас кто-то из них допустит ошибку, ну и, соответственно, я смогу с этим что-то сделать бодрогодного. Да, Бурасик как-то не сильно хочет рисковать, хотя я, честно говоря, не сильно его понимаю, у меня просто бешеное время перезарядки. Ну а вот теперь адреналин действительно поможет, я думаю. Ну что, поехали, давайте попытаемся вот чисто в наглую что-то сделать. Бурасик сейчас разрядится, ну а дальше у меня, в принципе, есть шансы, есть шансы за... Время перезарядки подловить его на какой-то ошибке, хотя я сомневаюсь, что он эту ошибку сейчас допустит. Допускает ошибку, вопрос в том, хватит ли мне духу забрать его, ну вот, слава богу, получилось. Четыре фрага, ребят, за бой, все благодаря тому, что я пытался максимально сейвить свой корпус. Все благодаря тому, что вовремя использовал адреналин, а не тогда, когда хотелось. Ну и, ребят, все вопреки крайне долгому времени сведения, фартовому выстрелу по Василиску без полного сведения, которым я все-таки отправил товарища отдыхать. Ну и вот вам результат. Четыре сто шестьдесят три, знак классности мастер, четыре фрага на счету. Что касается результативности по фарму, то понятное дело, что здесь будет крайне жирная цифра. Но это, в первую очередь, исходя из того, что есть активированный прем-аккаунт. Без прем-аккаунта тоже довольно-таки жирно, но в то же время не рассчитывайте, что вы прям всегда так будете дофига настреливать и дофига вывозить. Хотя, в целом, потенциально машина на это способна. И за это Type 57 мне отчасти очень даже-таки нравится. Почему я и говорил, что по приемлемому ценнику данную машину действительно имеет смысл себе приобрести в коллекцию, ну и, в частности, на покататься. Первое место в команде по урону я лично считаю абсолютно заслуженным. Хотя могло бы быть и еще больше, если бы все-таки не унылое сведение, которое не позволило сделать мне несколько удачных выстрелов. Ну что, ребят, вот такой вот он Type 57 и покупать его или нет решать исключительно вам. Это был первый попавшийся рандомный бой, не рассчитывайте, что так будет всегда, но рассчитывайте на то, что машина потенциально способна на многое. Главное к нему привыкнуть и понять, в чем его недостатки, соответственно, пытаться эти недостатки максимально нивелировать. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.